Здание Верховного Суда раньше принадлежало Министерству Культуры. Здесь на протяжении 22 лет работала Гулийпа Кондучалова. В этом здании принимались важные решения для сохранения и развития культурного наследия государства. Отдавая дань великой личности, вся ее мебель была перенесена из старого здания в новое здание Министерства Культуры. Сейчас также за этим столом решаются все культурные аспекты нашего государства. Мы ценим и дорожим это историческое культурное наследие. Эти мебели, которые вы увидели в кабинете наших руководств, думаем, что дальше послужит надолго. И мы чувствуем ответственность и гордость, и она послужит надолго. Кулийпу Кондучалову называют легендой 20 века и историей Кыргызстана. С именем легендарного деятеля связаны подъем и рассвет отечественной культуры и искусства. Пытно с ее министром были построены многие культурные учреждения. Оперное искусство и балет достигли рассвета, а кинематограф окрестили кыргызским чудом. Писатель Мундузбек Тентемишев посвятил книгу «Легендарная жизнь». Рассказал множество неизвестных фактов, как он ее назвал министру в очках. Она была единственной женщиной в составе делегации, которая доставила в Ленинград 70 вагонов с продовольствием на протяжении 43 дней. Та поездка показала все ужасы войны, говорила тогда она. Мы с ней очень тесно общались на протяжении 16 лет. За этот период времени могу сказать, что она была интеллигентом с большой буквы. Всем сердцем болела за страну. Радовалась, понимая свой внесенный вклад в культурное развитие страны. За нами растет достойное молодое поколение, отмечала она. Особое внимание «Железная леди» уделяла воспитанию своих детей. По словам дочери Гулейпых Кондучаловой Ирины Орлбаевой, дети росли на примере отца и матери. Насыщенной биографией которой мелькает каждый этап становления государства. И в каждом из них она участвовала тем или иным образом, вспоминает Ирина Орлбаева. Это было и первое декадо, первое награждение. И вот поехали учителя, первые там в 1939 году. Ей 19 лет получила свою первую медаль. Понимаете, то есть это дни культуры, вторая декада киргизского искусства. И, конечно, мы всегда уважали ее и старались помочь ей, потому что она была очень загружена. Я считаю, что вот этот вот обмен, как идет на уровне личного, вот там, ну что я говорю, вот дома, да, то и на уровне вот межкультурного, это обогащало, кстати, друг друга. 15 июня исполнилось бы 100 лет Гулейпе Кондучаловой. В честь этого юбилея Минкультура объявила культурную неделю. В рамках нее пройдут различные онлайн-мероприятия на территории страны. Чтобы хоть как-то отдать дань уважения великой личности, внесшей неоценимый вклад в развитие государства.